Приветствую всех инструментофилов! У нас сегодня в обзоре будет вот такая вот интересная отверточка от швейцарского производителя Paul Bauman Swiss Trues. Фирма достаточно известная, но в России не так широко представлена, как многие западные производители инструмента. У меня в наличии есть такая вот серия отверток со сменными жалами, такая универсальная ручка и набор вот таких вот жал, которые в ней фиксируются. Я покупал этот набор достаточно давно, делал у него два обзора характерной особенности. Жал плоскошлицевых, вот такая вот утонченная форма носика, которая помогает пролазить в узкие шлицы. Очень удобно при выковыривании, выкручивании старых мебельных шурупов, особенно советских, где часто встречается мелкий шлиц неоднородный. Но сегодня мы говорим про эту отвертку. Ключевой ее особенностью является магазин встроенный такого револьверного типа на 6 бит, PH1, PH2, плоский шлиц на 5,5 миллиметров, торкс 25, 20 и 15. Наборы могут быть различными, продаются эти отвертки на озоне. Стоимость вполне гуманная, в районе 3 тысячи суток. Да, на подороже стоит, наверное, чем некоторые немецкие производители типа Вихи, Веры. Но тем не менее, мне эта отвертка понравилась больше. И в качестве DC-шного варианта она подходит как нельзя лучше, именно с такой комплектацией. Что касается покрытия вот этого фирменного эластомера, напоминает он тот же кротон по ощущениям. Очень хваткий, не сильно продавливается, очень цепкий. Плюс вот эти вот лыски, которые здесь сформированы на рукоятке, они позволяют достаточно ухватисто, ей пользоваться. Было обсуждение у меня в Телеграме. Кто не подписался, подписывайтесь. Многие люди сомневались в ее подлинности. Мол, гремит и все такое. Биты внутри держатся плохо, люфтит. Видно, наверное, все эти звуки, в отличие от этой серии, которая здесь. Но у нее тоже есть люфт. Небольшой шаг такой. Я не думаю, что китайцы продают и именно китайцы на озоне. Начали подделывать, потому что у китайцев основная задача как бы обогатиться, выпустить крупную партию, сорвать большой куш, продать в дешевой цене. Отвертка за 3600, но это ее стоимость, наверное, в Европе, потому что у официалов она в одно время, конечно, стоила подороже. Китайские клоуны вряд ли будут стоить, вряд ли, точнее, будут покупаться за такие деньги. Из таких же мелких отверток, если пройтись по габаритам, у меня в наличии только FACOM брал, тоже на распродаже за 200 рублей. Ну, такие вот безымянные, китайские, такого плана. И японская Vessel, которую я уже показывал, 270 серия и трещоточная. Сейчас проведем замерчики, кому интересно. Посмотрит, весел без биты, 53-54 где-то миллиметра. Вместе с битодержателем он подлиннее получается, порядка 65 миллиметров. Вот эта вот веселовская отвертка с трещоткой покрупнее. Здесь где-то 76 миллиметров. Глубина битодержателя японцев поразительно отличается от европейских отверток. Я уже об этом неоднократно говорил. Здесь выходит что-то около 20 миллиметров. Очень глубокий стакан. Вот такие вот маленькие биты, они проваливаются практически полностью. Тут остается маленький носик. Хорошо ли это или плохо, я не знаю. Ну, японцы затачивают свои отвертки под свои же биты. У них очень длинные хвостовики. Что касается вот этой вот отвертки, у нее один большой такой недостаток. Самый глубокий стакан я уже показывал. Тоже около 40 миллиметров, наверное. Бита 45-миллиметровая еле-еле отсюда торчит. Соответственно, вот такие вот можно использовать только с битодержателем. У швейцарской отверточки битодержатель, память если мне не изменяет, да, что-то около 8 миллиметров. Он намагничен, бита сидит достаточно жестко. Что касается люфтов и вообще применяемости такой отвертки. Ну, вот, к примеру, автомат АББшный. Он уже до упора вот закручен. Верхняя клемма. Здесь стакан сам бита держателя еще, как видите, не доходит до корпуса. Люфты помогают в узких вот таких вот местах не обтирать корпус самого отвертки. Форма бит сама, она, как видите, здесь от шестигранного хвостовика переходит в такую чуть суженную цилиндрическую часть. Ну, я в данном случае сейчас просто сменю биту на PH1, потому что попользоваться отверткой я уже успел. Очень она оказалась подлезучей в плане электрики к разным клеммам. То есть, сами видите, да, ничего не трется. Глубоко проходят те же люфты какие-то в еще более узком пространстве. Они помогут избежать вот этих вот ненужных трений с отвергаемым корпусом. То есть, какие-то заглубленные винтики в розетках глубоких вот этих вот колодцах достают, в принципе, без проблем, благодаря такой особой форме бит. И, в общем-то, вполне практично в этом плане. В отличие вот от таких выступающих с характерным глубоким стаканом и, соответственно, особенными битами. Ну, если не хотите люфтов, берите вот такие вот со стационарными жалами. Люфтов у них нету. Правда, я не понимаю, почему люди так щепетильно относятся. Одно дело, сверло в патроне, когда болтается люфтит, да, это влияет особенно тонкое сверло при заводке. Точности не совсем хорошо подходит. Ну, а что касается инструмента любого, там, трещоток, отверток, в принципе, люфт, по мне, никак на точность не влияет, если вы, конечно, не работаете с часовыми отвертками, поэтому обращать на это внимание не стоит. Из мелких нюансов, что мы успели там обсудить, опять же, в моей телеге, кто-то говорил, что такой же коротенький вариант от ВИХи провернулась битом вместе с битодержателем при силовом воздействии. Я попробовал тестировать. У меня, к сожалению, сорвались шлицы в самом винте. Показать не смогу, но, думаю, запросто она, ну, к примеру, вот на этом жале здесь написан максимально крутящий момент, 7,4 ньютон-метра. Я думаю, без проблем выдержит, ничего в ней не провернется, не катится, ну, как скажем, устойчиво ведет себя на плоскости, не такая гремучая, хорошо защищена от ударов, если упадет на пол, точно не разлетится, не разобьется. Вот, в отличие от той же японской, у которой есть некие лыски, но она абсолютно прокатывается в поверхности, в отличие от швейцарской. В общем, я бы вот эту вот весел, брал ее, просто ради интереса, но не рекомендовал бы покупки. Лучше потратиться на такую отвертку, несмотря на ее стоимость, прослужит она вам достаточно долго, ну, конкретно вот этому экземпляру уже больше 7 лет. Пользуюсь не так часто, было даже у меня, что погнул жало об один старый советский шуруп, выгнул обратно. Что характерно, у швейцарцев есть серийные номера, выбиты они на жалах, так, находятся они, по-моему, чуть ниже, да, вот серийный номер, то же самое относится к этой отвертке, вот он выбит. Можно обратиться непосредственно к производителю, производитель не такой большой, он известен во всем мире, но фабрика маленькая, специализируется только, преимущественно, на отвертках, есть у них и динаметрическая серия. Поменяют без проблем, правда, вот в последнее время с работой почты, как за границей, так и у нас, ну, отправить и получить вряд ли что-то получится. Прецеденты вроде бы были, меняли без проблем. Так что, в плане надежности и гарантии, вещь очень хорошая, рекомендую к покупке, можете брать смело. На этом все, спасибо за внимание, всем пока.